Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в выпуске давайте посмотрим на новый рекорд видеокарты RX 6800 XT на сравнение стоимости за один кадр между RX 6000 и Ампер и взглянем номинантов на игру года. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А начать выпуск я хочу с финансовых итогов компании Nvidia. На днях стало известно, что выручка компании за последние три месяца составила рекордные 4,7 миллиарда долларов. Это на 57 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около половины доходов Nvidia по-прежнему формирует за счет решений для геймеров. В минувшем квартале это подразделение принесло 2,2 миллиарда долларов выручки, увеличив прошлогодний показатель на 37 процентов. Добиться таких результатов компании помог релиз графических карт Ампер, а также небывалый спрос на игровую консоль Nintendo Switch, основанную на зелёном кристалле. Ну а с яблочного лагеря прилетела интересная новость про автономность нового кристалла Apple M1. Один энтузиаст провёл тест видеоконференции Zoom, где он выяснил, что за час тратится примерно 13 процентов батареи нового MacBook Air. Кстати, самого приложения Zoom под ARM нету и он запускал его через эмулятор Rosetta. Предыдущий же MacBook Air способен обеспечить лишь около 3 часов работы в Zoom без подзарядки, что соответствует расходу около 33 процентов заряда в час. Так что переход на ARM дал ощутимое преимущество в автономности, а новый MacBook также обзавёлся и собственной версией Chrome. Google выпустила свой браузер под ARM 64 и теперь пользователям macOS при загрузке Chrome будет предложено выбрать между версией для Intel и для Apple M1. Кроме того, Microsoft также подтвердила, что готовит версию фирменного браузера Edge для ARM компьютеров Apple. И давайте наконец-то перейдём к красному лагерю, в котором появилось очень много интересных новостей. Сразу же после старта продаж профессиональные оверклокеры уже приступили к исследованию потенциала графического ядра RX 6800 XT. Индонезийский энтузиаст Lucky Noob сумел даже обновить мировой рекорд в дисциплине 3DMark Fire Strike для одной видеокарты, используя эталонную версию 6800 XT и процессор Ryzen 9 5 950X. В качестве основы он использовал материнскую плату MSI X570 Godlike, а компанию Ryzen 9 составили 16 Гбайт памяти с частотой 3900 МГц производства G-Skill. А сам процессор был разогнан до 5423 МГц. И конечно же за охлаждение камня отвечал испаритель жидкого азота. Но вот сама видеокарта довольствовалась штатной системой охлаждения. А частота буст-режима была увеличена до 2650 МГц. В таком режиме бенчмарк Fire Strike был пройден с результатом в 47932 попугая. И это превосходит результат связки такого же Ryzen 9 и видеокарты RTX 3090. Но вот насколько будет выгодна такая видеокарта в играх решили выяснить ребята из StageSpot. Они протестировали 6800 XT в 18 играх и вывели график стоимости за один кадр для красных и зеленых видеокарт. К сожалению, цены они взяли рекомендуемые, за которые невозможно купить обе новинки. Но независимо от разрешения экрана видеокарта RX 6800 XT выступает примерно наравне со своим прямым конкурентом. Но стоит отметить, что тесты были без лучей и без включения DLSS. Но вот купить себе такую видеокарту просто невозможно. Уже прошел старт продаж и карт в России до сих пор нет, как и во многих других странах. А там где они появились, их раскупили мгновенно. Также в сети появились скриншоты писем, которые компания AMD разослала своим лояльным пользователям, являющимся частью так называемой команды Team Red Plus. Ее участники получили эксклюзивную возможность приобрести видеокарты раньше остальных. А в самом письме AMD указала, что предложение ограничено и попросила не делиться ссылкой на покупку видеокарты с остальными потребителями. Но самое смешное во всей этой ситуации так это наличие новых видеокарт у сборщиков готовых игровых систем. Но еще более смешно то, что российское представительство AMD заявило, что видеокарты доступны с сегодняшнего дня в магазинах розничной торговлей и на сайте emd.com по рекомендованной розничной цене. Вот только в продаже их как бы нету и купить их выходит нельзя. В общем не буду тянуть резину и думаю вы уже поняли, что ситуация такая же как и с амперами. А я лучше вам расскажу про официальный анонс RX 6800 Red Devil. Устройство обещает стать одними из самых производительных решений, правда их детальные характеристики вендор раскроет ближе ко дню релиза. А сегодня PowerColor рассказал о ключевых особенностях своих видеокарт. В их числе усовершенствованная плата с 14 плюс 2 фазной системой питания, две микросхемы BIOS, семь теплотрубок и наличие разъема USB Type-C. А сама подсветка будет в разных цветах, причем вендор предусмотрел возможность подключения напрямую к материнской плате через стандартный разъем. А вот компания BioStar анонсировала собственные графические ускорители, которые по сути ничем не отличаются от остальных эталонных карт, но имеют надпись BioStar на вентиляторах. Также стало известно, что жизненный цикл эталонных видеокарт RX 6800 составит всего несколько месяцев. Об этом рассказал человек, отвечающий за маркетинг продуктов Radeon. По его словам, выпуск референсных моделей завершится в начале 2021 года, после чего на рынке будут доступны исключительно версии от партнеров красного чипмейкера. Как правило, видеокарты класса Made by AMD выпускаются чтобы дать партнерам время на разработку альтернативных версий, а многие вендоры уже анонсировали собственные продукты. Поэтому нет необходимости держать на рынке одинаковые видеокарты, отличающиеся разве что наклейкой на вентиляторах. А еще пару выпусков назад я вам рассказывал про бета-версии прошивок под Ryzen 5000 для материнских плат ASRock B450. И вот стало известно, что они уже доделали и выпустили их. Выходит, что никто из вендоров не стал ждать начала следующего года и судя по всему в скором времени должны подтянуться и MSI и ASUS. Тем временем из игрового мира прилетел список номинантов на ежегодную игровую премию The Game Awards. Сама официальная церемония награждения пройдет уже скоро, в ночь с 10 на 11 декабря. Больше всего категорий собрала игра The Last of Us 2. А на саму игру года номинируются также Final Fantasy VII Remake, Heids, Animal Crossing, Doom Eternal и Ghost of Tsushima. Ну а компания Gigabyte наконец-то представила семейство мини-компьютеров Bricks S, успевших засветиться несколькими днями ранее на официальном сайте. Новинки выполнены в популярном формате и оснащаются энергоэффективными гибридными процессорами AMD Ryzen 4000U. Такие мини-пк Гигабайт поставляются без накопителя и ОЗУ. Это означает, что вам придется докупить и накопитель и оперативную память, для установки которой имеется два слота DDR4 SODIMM. Сами же коробки предложены в вариантах с распаянными процессорами Ryzen 7 4700U, Ryzen 5 4500U или Ryzen 3 4300U. Также на днях специалисты Digital Foundry опубликовали технический анализ версии Assassin's Creed Valhalla для консолей нового поколения. Стало известно, что в игре используется обновленный движок Unville Next, благодаря которому Valhalla может похвастаться объемными облаками, системой деформации снега и размытием в движении для отдельных объектов в кадре. Обе версии новых консолей предлагают неполноценное 4К от 1440p до 1728p, поддержку 60 кадров в секунду, но с переменным успехом и абсолютное графическое равенство. Но различаются они между собой производительностью. Проблемы с ней наблюдаются на обоих устройствах, однако в особо стрессовых ситуациях консоль Sony работает на 15% лучше конкурента. Кроме того, на боксе чаще встречаются разрывы изображения и неравномерное движение камеры в заставочных роликах, из-за чего создается эффект подвисаний, которых на самом деле нет. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.